друзья всем привет серферы безилики девианты только что прошло послание зеленского парламенту 1 декабря 2021 год 30 лет садя референдума о независимости украины никогда украинцы сделали свой исторический выбор и 40 минут президент выступал перед парламентом я попытаюсь дать свой анализ того что он сказал и вообще свою оценку с учетом того контекста в котором президент говорил в котором находится страна потому что социальных сетях сейчас самые противоречивые там реакции и полято что каждый политический пузырь и люди которые в нем находятся он булькает сквозь призму своего личного отношения своего личных предпочтений поэтому ничего удивительного что оценки там диаметрально противоположное я буквально свой стены графировал все выступление потому что на на момент когда закончилась офис президента не выложил печатную версию что в общем то ли типично и ну короче говоря вот хорошо что я стилографировал с рук можно вот по свежим следам восстановить то что он говорил хотя в общем то особого смысла восстанавливать лет поскольку основной посыл зеленского сводился к тому что ну украина вообще все отлично выйдет вперед значит перемоги просто сумасшедшие жить все стало лучше жить стало веселее на удивление практически ничего не говорил про врагов там пнул ахметова не назвал его фамилию там сказал про 20 процентов ввп которые контролируют ахметов вот вообще ничего не сказал государственном перевороте который анонсировал в минувшую пятницу и который там все ждали но как говорится как говорится ждали ждали но пошелковично и по институтской можно свободно проехать сегодня по грушевского никаких проблем нет там собрались какие-то митингующие но в общем то никакого госпереворота не происходило и вот слушая зеленского я ловил себя на мысли что его речь условно говоря можно рассматривать в двух в двух ипостасях вот ипостась народная и ипостась элитная да вот с точки зрения того что как говорил президент короткими фразами к такими блоками короткими типа цифра конкретика вот мы там строим 150 садиков и 300 школ еще построим а тут у нас корвет строится а там национальный перевезлик скоро полетит и 20 самолетов будет их 2000 там 23 или двадцать пятому году вот украина полетит во все стороны языку про коренные народы приняли и со штатами у нас все просто супер и великобритания наш союзлики в то же время мы знаем что европейские союзлики там нам не совсем союзлики армия но самая сильная в мире и мы даже этим гордиться потому мы можем это такой был хитрый мостик мы должны говорить на прямую с россией вот то есть вот такой рубленый характер вот как бы вчера с олегом ковиков разбирали значит эфир его во время пресс-конференции журналистами он полностью отвечает вот тому характеру как команда зеленская выстраивает коммуникацию с массами они делают замеры они ищут темы которые волнуют людей и они в эти темы как бы четко дают месседжи то есть они ориентируются на потребности маленького простого человека вот и их обозначают и поскольку есть то допустим программа в лыко-будеблевство там построили 12 тысяч километров дорог кстати это это действительно есть одна из таких серьезных заслуг зеленского что там последние пару лет строят дороги и простые граждане это ощущают и в следующие там следующие два года мы еще 15 тысяч километров построим тогда и ли человек может соотносить тогда вот есть это там или нету и вот общий посыл его выступления он был такой оптимистичный weekend мы можем мы способны мы строим мы изменяемся мы первая страна которая как бы там первая в том первая в построении цифрового государства диетом у нас вот скоро там прописку поменяет ну конечно по ходу задаешь вопрос а как получается что у нас такое цифровое государство но везде нужно таскать за собой те или иные бумажки подтверждающие там твою личность и ну ты базовые вопросы не можешь делать не можешь решить без привычных документов вот и такие то что вопросы по любому по любому по любой теме которым подымал там мы начинали строить танки какие танки по какому оборонзаказу мы наконец 20 21 года мы не мы мы провалили оборонзаказ на следующий год он не сформирован сейчас они срочно ищут возможности для того чтобы в рамках уже прописанного бюджета которые этого ли собираются приливать как запустить там оборонные замовывания строительство завода дронов но отлично патронный завод не построили строительство корвета в рамках какой системы но в рамках какой стратегии почему корвета почему не воскитного флота вот при том что военные сами думают как сдыхать с этого корвета потому что те деньги которые будут или потратить можно будет проще потратить и правильные на другие программы которые зависят от нации которые не идут там в турецкий бюджет там либо британский бюджет если брать контракты с великобританией правда там она там дают кредиты но все равно будем эти кредиты выплачивать из своего бюджета в колесе в итоге поэтому почему ли строить нептуна эти ракеты которые мы сами можем производить и все поближе ими не утыкать вот ну короче говоря президент изображал то что он умеет очень хорошо делать он изображал видимость видимость успехов значит видимость перемог системных побороли коронавирус вакцинируемся 24 миллиона в акции вакцин уколота никто ну правда по ходу опять-таки забываем не забываем что поначалу на начало октября украина была там посла задних там по числу вакцинированных и и прочее 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 вещи но я уверен я уверен что многие люди позитивно расценят эту речь особенно ядро президента почему потому что люди не склонны анализировать люди не склонны там как-то копаться до каких-то глубоких истин им хочется слышать приятные вещи приятные вот эти влажные мечты чтобы вешались на ушки форме лапши потому что хочется надеяться на лучшее особенно когда ты живешь плохо особенно когда тебя без просвет вот и президент в этом плане президентская речь в этом плане она была сильной ну нужно отдать должное она вот с точки зрения того что хочет слышать народ она была сильной вот и она была нацелена на его целевую аудиторию бюджетников то есть у нас идет борьба за бабушек то что гетманцев любит постоянно говорить что нужно накорбить бабушек и вот вот эти все бюджетные слои населения они являются клиентелой режима зеленского то что самом деле зеленский же в этом не оригинален точно так же сделал путин свое время эрдоган по такому пути пошел и много кто еще то есть формирование тесла связки с бюджетной клиентелой позволяет тебе контролировать ее позволяет тебе сформировать свою собственную свою собственную как бы целевую группу зависящую от тебя и собственно говоря все усилия по удержанию власти они связаны с тем чтобы постоянно держать фокусе внимание этой группы или этих групп вот свои действия как бы там да и показывать что ты им выгоден либо выгоден виртуально либо выгоден реально вот зеленский сейчас работает именно в таком ключе видя что валится его рейтинг он пытается как бы зацементировать бюджетников за собой и соответственно отталкивая сюжет этой базы наносить контрудары и видна логика которую я которой они пытаются как бы там двигаться для того чтобы достичь такого электорального перелома вот эти вот планы по поводу цифрового голосования и по поводу двойного гражданства для граждан там европейского союза европы и какие-то там еще цивилизованных стран но не для россии насколько я понял потому что там патриота сразу подняли бы бой так вот вот это предложение о цифровом голосовании и предоставление двойного гражданства это как раз очень интересный ход которому же много давно говорили и я там в том числе когда еще порошенко был при власти это очень интересный ход направленный на расширение электоральной базы режима потому что цифровое голосование позволяет вовлечь миллионы людей которые давно уже не живут в украине либо живут там набегами какими-то находятся постоянно за границей превратить их в как бы мощный электоральный резерв и естественно если зеленский это сделает проведет такую реформу то какая-то не все конечно же но какая-то часть и думаю может быть и значительная часть этих избирателей она проголосует будет голосовать за зеленского его партию и это естественным образом поможет отвязаться от тех правил игры которые сложились в украинской электоральной борьбе да поэтому вот я думаю что это самый такой самый такой интересный ход который который там появился и мы посмотрим насколько они там их успеют его реализовать потому что времени у них и так много не поскольку и здесь еще ладно здесь я бы я позже как бы там к переду еще один момент вспомнил значит это ход значит 56 2 0 вот этим законопроектом который не вчера приняли который усиливает давление на бизнес по вообще по системно по по ряду направлений и они это прописали учитывая конфликт ахметова они вписали туда ренту как бы с добычей руды и заявили что подуят будут доить олигархов но не просто доить а будут доить и тут зеленский тоже сделал хитрый ход будут доить на благо украинских детей детей украинцев потому что с этих платежей рентных якобы посмотрим примут они этот закон который он обещает второй значит или не якобы будут платиться как там странах персидского залива там где-то еще будет 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 они будут аккумулироваться специальный фонд который потом смогут тратить дети украинских граждан там на образование там и на что-то еще вот вот это вот как бы такие я думаю мощные посылы для украинских избирателей они неизбежно упрутся в реальность потому что здесь мы переходим ко второй части связанной с элитой и связанной с общей то способностью обеспечить это все очевидно что ну такие громкие обещания этом но это был такой гипер популизм фактически все 40 минут это был такой гипер популизм то есть он вообще отмел все отмел все как бы события как бы негативные которые были вокруг него по за последние недели вот забыл даже про конфликт с олигархами и сосредоточился исключительно о том как завоевать внимание людей и его логике это абсолютно правильный ход потому что его сила базируется на легитимности то есть на том насколько ему доверяют граждане насколько готовы за него голосовать и соответственно чем ниже легитимность тем хуже для него тем тем слабее позиции переговорные с олигархами поэтому для зеленского сейчас стоит в условиях там когда последние рейтинги кмиса вчера как раз были которые показали что он там уже его партия имеет меньше чем ес по моему и у него самого рейтинги идут вниз то естественно в этих условиях как и прошлой зимой кстати ему нужно быстро решать вопрос вот как добрать эти рейтинги для того чтобы можно было предъявить олигархам и элите требуя с нее поддерживать этот режим значит и поддерживать ту политику которую он проводит вот и здесь ключевой вопрос как это вообще все можно будет осуществить потому что с одной стороны мы говорим ну зеленский говорит о том что такие многочисленные программы строим школы строим дороги строим там 16 аэропортов покупаем в кредиты эти 22 самолета и арбаса как бы которые там нам обойдутся не знаю сколько миллиардов долларов или евро и вот 300 с гаком миллиардов гривен уйдет на оборонку на значит на сектор безопасности ну то есть это полиция на самом деле сбу не только армия там да и прочее 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 ключевой вопрос а где деньги на все это откуда ну как как экономика будет откуда она будет выгребать это все вот и вот тут начинается полный развал потому что президент ничего не говорил о контексте по контексте в котором мы находимся о контекстах которые несут собой риски внешнеэкономические внешнеполитические внутриэкономические энергетический кризис значит сбавление оборотов экономики уже германия проседает немецкая экономика проседает уходит в отрицательной величины как это было там в двадцатом году четвертом квартале вот а украине но украина значит фермы перша как бы мы рвем вперед типа нам надо нам насрать на на все что там как бы внешнем мире происходит потому что мы как будто находимся вот в подвешенном таком пространстве где где никого кроме нас нету но это же не так 70 процентов ввп генерируется за счет экспорта и естественно глупо было игнорировать все эти вызовы которые мы видим и внутренние и внешние вот скажем в рамках осуществления этих грандиозных планов о которых говорил президент и вот это вот гиперболизация которой занимался президент с одной стороны а с другой стороны плодящиеся как грибы после дождя угрозы и всякие проблемы и риски они не могут уместиться ну на одном поле в любом случае будет будет конфликты например состояние той же энергетики которые мы разбирались с виктором куртьевым три недели назад она не то что жуля оставлять желать лучшего там назревает катастрофическая ситуация и президент остался верен своей традиции находиться в теплой вами находиться в тех золотых иллюзиях которых которых его поддерживает офис и игнорировать абсолютно риски ну как бы ломиться дальше на пролом поэтому у меня честно говоря двойственная ну как двойственная то есть я понимаю что будет удар а стену будет катастрофа о которой мы говорили вот в последних беседах с олегом ханаком когда разбирали психологические все психологические составляющие в действиях президента его команды там да вот и другой стороны у меня возникает ощущение того что наоборот он форсировать собирается как бы там да многие процессы будет форсировать конфликты которые есть и я например как бы был бы рад если бы он проводил делегархизацию ну вот так как он заявляет там да вот что общая там доступ к возможностям там равенство там бла 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 вот конкуренция при этом но этого же нет то есть в футболочках значит в поддержку за президента пришли депутаты слуги народа которые говорили о том что ну и там был месседж тут типа не дадим там олигархам порвать страну вот но это достаточно смешно с учетом того что голосование по 56 2 0 вчера показала что фактически моно большинство исчезло сколько там не 212 голосов по моему дали и соответственно зеленскому пришлось привлекать голоса олигархических фракций за майбутня коломойского и давиру веревского и ну собственно говоря вся диалегархизация она традиционно сводится к старым добрым постулатом что значит это наш сукин сын как бы да это сукин сын но но это наш сукин сын или законы для врагов закон там для друзей там при какие-то преференции вот поэтому когда президент заходил вот на послание верховной ради я там неделю или полторы назад я говорил о том что ключевым для меня лично фактором критерием будет то насколько способен президент выйти из теплой ванны офиса президента и вот обозначить контекст в котором он работает показать что он осмысляет риски о которых я говорил к сожалению этого не произошло элита к сожалению тоже не получила этих сигналов вот к сожалению все будет продолжаться то есть они будут дальше имитировать или не имитировать потому что мне кажется что аплодисментами в котором взорвалась фракция слух народа в радио во время выступления зеленского она у многих было абсолютно искреннее и это все такое создавало джавю советских времен там когда я в детстве смотрел съезды коммунистической партии советского союза фоновом режиме естественно потому что они там меня мало интересовали но вот вот этот адобрям с которой звучал он отражал вот эту логику усиления авторитаризма авторитарных тенденций которые зеленский устойчиво демонстрирует на протяжении последних лет и углубление конфликтов между им и значит и олигархами и элитами частью элиты для того чтобы ну для того чтобы реализовать свое эго потому что президент у президента огромное эго которая поглощает все вокруг которые он не он осознанно либо не осознанно не боится демонстрировать вот и подчеркивать как это было во время пресс-конференции когда он там 70 с лишним раз говорил о том что я президент и как следствие вот такой эгоцентризм он загоняет зеленского в ловушку причем я говорю это с большой печалью потому что на самом деле такой коснусь еще такого момента сейчас в киеве начался обеспековый форум где там я на странице фейсбук закидывал картинки там и ехидные комментарии по поводу того как вот все там выглядит там выступал я ценюк там дональд туск значит таваков там был кличко кто-то еще но я вот смотрел выступление я ценюка который интеллигентно вот занудно с картин на фоне красивой картинки значит будучи сам там какой-то красивой картинка как бы да вот перечислял там какую-то статистику вспоминал там какие-то достижения вот и это все было из прошлого ну то есть как бы вот у я ценюка там и у всей этой старой элиты были там какие-то успехи в прошлом но их лично имею ввиду вот и они не смогли в рамках вот той системы власти которая в которой они действовали там чего-то существенного достичь вот и но есть нытье по поводу там того как какой плохой зеленский и как его нужно спихивать потому что там с чем-то не справляется но на фоне вот их этих уставших евроатлантов которые там обращаются каким-то евроатлантическим структурам штатам чтобы создавать какой-то союз там значит ну короче все то что что там сегодня не нужно потому что что-то сконцентрировались на своих проблемах и концентрируется вот ставила закономерный вопрос кто из них более адекватен зеленский который несет эту всю ахинею по поводу рая которую тут построил либо строят и продолжает строить но при этом не боящийся называть там наших европейских союзников трусами там или не совсем союзниками что он даже кстати и в речи послание упомянул вот или же вот эти вот унылые евроатлантические клоуны которые опять таки контекст изменений внешних внутренних абсолютно не ловят и продолжают действовать так как будто ничего не изменится как будто бы в четырнадцатом году как будто только закончится майдан как будто огромный порыв как будто у запада есть доверие к нам и как будто мы можем сделать то о чем они все время говорят но то что они никогда не делают и вот это вот ну как бы разрыв да с одной стороны есть безумные фантазии президента по поводу того как все хорошо в котором его поддерживает его окружение и не выводит из теплой ванны и которая создает ну которая ведет нас прямиком к катастрофе в экономике как минимум вот а другой стороны есть вот это неадекватная старая элита которая собственно говоря точно также поддерживает саму себя и та часть часть общества которая ориентируется там тоже порошенко там на не знаю там на ясунюка хотя там у него никакого рейтинга нет ройсмана там у которого рейтинг подростками прочих товарищей вот в каких-то иллюзиях по поводу того чего не существует и вот выходом может быть только признание правды и и постоянная трансляция признание нашего правдивого положения значит и отталкивание от этих реалий ну как бы с помощью рацию с помощью логики с помощью идей в том числе с помощью больших стратегических целей системных там и так далее так далее вот для того чтобы начать поступательное движение вперед если люди которые это транслируют и на это способны конечно же есть и вот как мы с хомяком последний раз говорили просто мы сегодня находимся на этапе когда наше общество не готовая платить высокую цену за издержки перехода в качественное новое состояние она подходит к моменту когда вот это вот катастрофа в экономике которая обязательно произойдет она будет той платой которую необходимо заплатить за прозрение вот и в этом плане безумный райзеленского это и есть он и будет той платой за прозрение для того чтобы мы наконец перестали себя тешить иллюзиями там про казачьку давныну про золотую значит золотые веки там про вот эти перемоги бессистемные там да когда строится дорога просто для того чтобы строить бюджет в результате мы получаем дорогу отлично как бы что там она она появляется но по ходу она не навязана на решение каких-то серьезных экономических задач вот но вот это вот это вот эта цена перехода точно так же как после первой мировой войны большевики взяв власть и выиграв отбив ее в двадцать в войне семнадцатого там 20 20 даже до 22 года года она шла на дальнем востоке вот они в по факту получили руины но потом на этих руинах начали строить как бы новую экономику и новое государство я не берусь говорить о том насколько там это все морально было таки и и и так далее так далее потому что тут мы все знаем что происходило вот но вот слепота с которой царский режим вел страну в первую мировую войну и не осуществлял те реформы которые нужно было сделать для того чтобы снять напряжение она закончилась революция она закончилась теме то ускоренной модернизации которую осуществляли большевики и вот зеленский по сути пытаясь артикулировать нечто подобное просто без системы которая без сложной мощной системы там философии идеологии которая была большевистских вождей оправшись на учение маркса без ну как бы адекватного понимания международных реалий потому что чтобы там не говорили ленин там троцкий и все прочие товарищи они они на уровне теории а потом на уровне практики имели это понимание и поэтому они победили в конце концов вот но хоть зеленский по сути провозглашаю такой как бы ну вы говорите что это не большевистский курс я бы не стал но вот такие замашки у него есть там да мне кто-то из подписчиков говорил о том что там так и до подразвёрстки мы скоро доберемся я кстати не сомневаюсь что с их запалом по установлению контроля над всем и ориентация на бюджетников они они будут именно это делать но это как раз и будет усиливать напряжение с теми социальными группами фоповцами прежде всего бизнесом как бы там мелким с олигархами которые конечно в итоге сольются в очередном едином фронте для того чтобы ну как бы защитить свои интересы и попытаться ну попытаться в новой политической конфигурации выпекли и я думаю что мы сейчас подходим как раз такому моменту когда собственно говоря с одной стороны неадекватно зеленского и его команды на фоне неадекватности старой элиты которая просто пытается удержать старый вот свои активы там свое влияние но при этом абсолютно бессодержательна и абсолютно пустая и при этом еще и циничная по своей сути все это создает отличную питательную среду для альтернатив самых разнообразных вот и поэтому я уже 250 раз говорил о том что зеленского и вообще толчок к третьей украинской республике будет давать не старая элита а новая и наиболее ожесточена борьба будет не между зеленскими старыми элитами а между зеленским и новыми потому что ну потому что по определению там как бы будет формироваться перспектива вот поэтому вот это послание президента она с одной стороны его можно расценивать как угрозу вот поскольку вот те факторы которых я сказала они будут проявляться вот а другой стороны когда ты понимаешь что будет происходить или когда ты понимаешь в каком направлении идем то это есть и надежда в какой-то степени потому что мы понимаем что без обновления без радикального изменения существующей экономической модели модели государственного управления ничего в украине хорошего не будет и поэтому вот этого вот это понимание того что впереди только пустота проблемы и и потери оно должно нас мотивировать и гнать к тому чтобы мы начали радикально менять свое настоящее и начали идти светлое будущее поэтому как хомяк вот правильно говорил в двух наших беседах что путь вперед начинается с признания с признания своей некомпетентности признания своих недостатков признание реалий вот переосмыслению этого всего и через преодоление самих себя для того чтобы прийти в новое состояние компетентности в новое состояние покоя в новое состояние развития там и так далее и так далее и так далее и владимир александр железкий нам всем в этом активно будет помогать запал который он продемонстрировал сегодня в верховной ради не оставляет в этом никаких сомнений так что обнимаю целую подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч сейчас подпишу вам еще пару интересных роликов с соображениями и сегодня поставлю гайдая вчера всем тоже была хорошая беседа и в ближайшие дни будет еще несколько хороших бесед которые мы будем писать в том числе с паша щелиным который приехал в украину обнимаю целую пока